К тетям! Я сейчас буду их вытаскивать из гамачка. Куча песка, куча земли. Ай, молодец! Вот это вот моя будущая. Начальника приехали. И ванную прям только что. Покемон Юмичу, вот кто тут ходит! Я приеду именно в ваш город. Встречусь лично с вами. Привет, я Аня и ты на канале Magic Family. И сегодня впервые в видео я поеду на стройку нашего дома. И, конечно же, возьму с собой собак. А еще в конце я объявлю конкурс главному победителю, в котором я буду вручать приз сама лично. Ну и если ты у нас тут первый раз, подписывайся, потому что у нас очень много животных и всегда интересно. И поехали! Такая смешная она, как Софи прям. Такой вот огромный розовый гамак. Это зацепляется вот сюда, за сиденья. Сейчас я зацеплю вот эти вот, за вот эти штучки, за подголовники. И у нас получается вот такой вот на все заднее сиденье огромный гамак. Вот это вот, я так понимаю, надо закрепить вот сюда и поправить. Ух ты! Эйбан, первый открыватель гамачка. Ну как тебе, Юмичу? Только теперь они не сами запрыгивать будут в машину, а я их буду сюда ставить. Взлась! Вот так и мишанька. Ну все, ребята, вы будете так ехать теперь в гамаке. Поехали на стройку. Ребята поедут на стройку в гамаке. Зато теперь никто не будет пачкать сиденье, да. Правда, нельзя самим запрыгивать в машину. Юми, ты куда? Юмичу, Юмичу полезла в багажник. Вот она попрыгует. Она, конечно, вообще все время прыгает, лазит по деревьям. Ты как кот настоящий. Мэджик гамак нам подарили наши друзья. Вот такой вот мэджик гамак. Да, Юмичу розовенький. Прям как изначально был цвет нашего канала основной, цвет Софишки. Куда мы едем? На стройку. Юмичу там в углу зажалось. Юмичу. Эйвен, как нормальный человек, спит как всегда. К тетям заки уже ждут. Я сейчас буду их вытаскивать из гамачка. Да, подождите, у нас тут, я обнаружила, есть специальный замочек. Все так уже хотят выйти. Через который мы... Давай, Юмичу, Юмичу. Ай, молодец, Миша, давай. Ай, молодец. Мишонька научилась выходить из машины, а мы пойдем сейчас на стройку, ребятки. И я хотела как раз вам сказать, я придумала такую рубрику Magic House. То есть, если вы хотите, чтобы я иногда приезжала на стройку и показывала, как все тут движется, все-таки это наш будущий Magic Дом, в котором будем мы все вместе жить. И вам наверняка будет интересно. Если да, то ставьте лайк этому видео, и я буду постоянно снимать такую рубрику. Попадая на природу, детки, как всегда, начинают кушать траву. Аккуратней, Софиш, там крапива обожжешься. Кто залез на горы с песком? Юмичу, покемон! Мишань, попроси. Ай, молодец, Миша. Юмичу, молодец. У нас, конечно же, тут еще такой прям беспорядок. Все везде валяется. Куча песка, куча земли, куча досок. Всего-всего. Вот здесь на части участка у нас нет забора. И поэтому с собаками не очень безопасно. Хоть машины ездят крайне редко по этой дороге, но все-таки, поэтому лучше пойти внутрь участка, подальше от дороги. А вот здесь площадочка для машины. Брязюка здесь, не пробраться. Детки там все нюхают, ходят, все изучают вчетвером. Теперь я вижу, насколько это длительный процесс и насколько это грязный процесс. Везде мусор, просто везде. А еще у нас тут во дворе растут фруктики всякие, яблони, сливы, груши. Кушать можно, но они абсолютно невкусные, эти яблоки и груши, потому что деревья старые, и они уже просто-напросто одичали. Но посмотрите на землю, сколько их здесь. Их здесь просто вся земля ими завалена. Очень-очень много. И, кстати, вот кто знает рубрику «Каникулы у бабушки», когда мы в гостях там бываем, у них тоже есть яблоки, они падают на землю, но они вкусные, и собаки периодически их едят. Но вот ни Юми, ни Миши, ни Софи, ни Эйвен, по-моему, не очень рвутся покушать. Вот на этой коряге мы впервые тренировали Юми залазить на такие вот штуки. И она сразу же быстро залезла, вообще не боялась, но Софи тоже, понятное дело. И после этого мы открыли в Юми талант лазителя по деревьям, она реально кошка. Заходи сюда. Вот так вот, молодец, давай, давай, ай, молодец. А сейчас я хочу проверить, мне почему-то кажется, что Миша дошла до того момента, что она сможет тоже сюда забраться. То есть Юми-то и Софи понятно, они у нас активные девочки. Давай залазь, вот Миша, молодец, давай, ай, молодец, Миша. Давай, покемножка, Мишаня, ай, молодец, молодец, зайка. Здесь такая бетонная площадочка, по ней можно походить. Вокруг, потому что везде стройка, соответственно, песок, земля, вода, доски. Сурикатик. Молодец, мой пупсик. Вот это вот моя будущая студия. Комната, где будет храниться съемочное оборудование, где я буду снимать для вас ролики. Может быть, я придумаю какие-нибудь разные фоны. Здесь будет рабочий стол, скорее всего, рабочее место. Ну, в общем, здесь, наконец-то, будет больше места, чем сейчас. Потому что сейчас у меня комната, наверное, 1 четвертая этого помещения. Ну, может, чуть-чуть побольше. Миша, давай, иди сюда. Ай, молодец, Мишаня. Мишаня со временем прям вообще уже развивается. Она сама залазит. Сама! Миша! Вы помните? Кто знает, тот поймет. Миша, которая вообще ничего не умела, сама залазит на лестницы, сама залазит на деревья, выпрыгивает из машины. Я нашла грибочек какой-то, и тут есть у нас всякие разные грибы, прям на территории растут, потому что мы живем, будем жить практически в лесу. Так вот, здесь есть и съедобные грибы, и, конечно же, поганки. Будьте аккуратны, когда вы гуляете где-то со своей собачкой на природе, когда вы куда-то ездите в лес или что-нибудь. Потому что нельзя собачкам ни в коем случае давать попробовать какие-нибудь грибы. Ну, вообще, это небезопасно, поэтому обязательно следите за вашими собаками и не разрешайте. Контролеры-проверяльщики. Начальника приехали. Когда заливали пол бетоном, делали его, мы приезжали на небольшую проверку, и ребята находили тут следы, и их еще не заделали. И в итоге у нас на памяти остались в полу собачьи следы. Милота какая! Юмичу, проверяльщица. И Миша тут проверяет. И ванную прям только что кто-то отметил своим присутствием. У меня почему-то есть подозрение, что это был покемон Юмичу. Вот кто тут ходит. Ну-ка, Юми, слазь быстро с бетона. Ну, это, конечно, все закроется, не будет, к сожалению, видно. А сейчас возвращаемся домой, и я буду рассказывать кое-что очень важное про конкурс, который мы будем проводить достаточно долго, и там просто супер-мега-приз. В общем, сейчас расскажу. Корм Платинум, который мы кушаем, и уже даже стали с ними друзьями, решили провести фото-конкурс. Но слушайте до конца, потому что главный супер-мега-приз я буду вручать победителю лично. Правила, как всегда, очень простые. Быть подписчиком нашего канала и подписаться на страницу Платинум ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграме, и выложить фото вашего питомца с Кормом Платинум без монтажа. И обязательно не забыть поставить хэштег Корм Платинум. Конечно же, вы можете участвовать во всех трех соцсетях, и тогда ваши шансы на победу увеличиваются. В конкурсе будет 10 победителей. 9 победителей по 3 в каждой соцсети. Самые классные фотки получат первое место 15 кг Корма Платину, второе место 10 и третье 5 кг. И самый главный супер-мега-приз – это настоящий платиновый кулон 950-й пробы с именем вашего питомца. Платина – это круче, чем серебро или золото, если что. А вручать его буду я сама лично. То есть, независимо, где вы живете, я приеду именно в ваш город, встречусь лично с вами и вручу кулон вам с вашим питомцем. До этого я выберу 5 крутых фоток и проведу голосование зрителей прямо на канале, вот здесь под буковкой I. Конкурс проходит до 15 октября, поэтому все могут успеть поучаствовать. Все ссылки на группы и информацию я оставила в описании к этому видео, как обычно. Так что всем удачи! И, кстати, на канале собачьих блогеров моих Magic Pet сегодня тоже ролик. Так что подписывайтесь на наш канал, и скоро увидимся! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok